Всем привет, с вами Жека, вы на канале Гараж Глав, и мы продолжаем заниматься нашим жижом. Собственно, у нас здесь нет переднего крыла. Кто не смотрел, как мы сделали заднее, то вот здесь можете посмотреть. Мы его делали из ижовского крыла, у нас оно было только одно, мы посмотрели, вроде бы интересно получается, решили сделать наперёд. Хотя многие говорят не по канонам на бобере не надо переднего колеса, но когда тебе грязь в морду херячит, то ты думаешь, что неплохо бы оно там, чтобы было. Собственно, поэтому мы купили ещё одно крыло. Я вот не знаю, если кто-то в курсе, напишите, это от третьего или от четвёртого ижака. Ну, из него мы сейчас будем делать переднее крыло на наш жиж. Погнали! Если заднее крыло мы расширяли под 130-ю резину, чтобы подходило, то переднее у нас 90 ширина и надо подгонять уже под 90. Это мы будем уменьшать, делать его коротеньким. На глаз вроде бы как-то. Вот так будет неплохо. Да? Вот такое. получили вот такую заготовку. Может быть ещё маленькое крылышко. Совсем маленькое. Кто-то там говорил, удлинить, типа сюда сделать. Хопа, прикрутил, дождя нету, убрал. Круги офигенные. Это водоросли там называются. Вот это, то есть, вот такой круг для снятия краски. Сильно металл не царапает. В общем, бомба. Кстати, крыло так вроде живое, но вот там, где были отверстия, тоже живое. Сергей, а мы скоро будем этими темпами начнём самодельное делать, да? В общем, вырезать нам надо вот такую полосу отсюда и потом это всё сварить. Получилось две вот таких половинки. Самое интересное, варить это всё ровно. Придумали вот такую систему. С одной стороны захватилось, со второй. Но варить всё равно надо от центра. То есть, если варите крылья, чтобы их никуда не уводило, значит, на первая точка вот здесь и потом уже в каждую сторону. Вот так вот поприхватывали точками. Сейчас пойдём померяем. Вот типа такого и будет тоже. Вот колесом немножко приподнято. Ну, в принципе, что-то получается. Всё окей, теперь можно нормально проваривать шоу. Всё достаточно долго, потому что варить надо полосочками небольшими чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть, потом остыло и снова, чтобы его не сильно крутило. Нам надо, чтобы вот такой полукруг был с двух сторон. Как мы будем добиваться? Такое лекало. В принципе, выглядит всё неплохо. Огонь. Вот такое получилось крыло. Аккуратненькое, маленькое. Даже не скажешь, что оно тут сварено, да? Скажешь. Ну, скажешь. Ну, ладно, красота. Крепёж крыла. Решили, чтобы оно было всё в стиле в одном. Делать из такой же полосы, как и заднее у нас сделано. Сделали вот такое крепление. Сейчас будем что-то придумывать. Как это всё выставить? Ещё большой вопрос. Кстати, есть у нас ещё вот такой аппарат. Не только совки, а ещё и европейцы, видавшие жизнь. В общем, смотрите нас дальше, увидите и по этому мостику, что мы будем делать. Да, выставить как-то крыло – это просто жестяк. Меряешь же. Куча магнитиков. Там руками держим. Тут примеряемся. Ну, что-то вроде получается. Вот так получается. Вроде бы получилось максимально ровно выставить. Но теперь чётко видно, что с колесом надо разбираться, потому что вот здесь особенно. Опа. Притык почти. Ну, я думаю, вы все видите. Ещё раз. А ну сбоку покажи. Не буду говорить там что-то. Круто не сильно сбоку, там видно хорошо, блин. Ну, есть. Ну, колёса мы. Придётся самим тоже с колёсами разбираться. Как их правильно натягивать, ровнять. Ну, я думаю, мы справимся. Вот такое получилось крыло. Ну, достаточно неплохо выглядит. Мне нравится. Сейчас поставим и посмотрим ещё раз уже на это всё. Ну, болты, конечно же, другие будут. Ещё один момент. Сделали вот здесь в заднем крыле. Такой запилы. Не знаю, чтоб цепь не стучалась. Хотя у нас будет натяжитель. Но всё равно. Что получилось? Достаточно, ну, жёстко стоит вообще. Очень нравится, как стоит. Покраситься будет просто пушка ракетная. Ну и колесо. Есть мастера, видишь, как делаются. Делают. Ты посмотри просто. Тут или обувь кривой, или я не знаю. А куда? Вот тут. Или там мы его там. Да нет. Я тоже сомневаюсь. Яйцо такое есть. Криво. Криво. Кстати, вот такие фильтра, если кто-то себе решит ставить, не берите. Полное говно. Вот даже не ездили ещё на нём, а заводили несколько раз. И он уже течёт. Вот такое у нас получилось крыло. По-моему, выглядит круто, когда покраситься будет вообще офигенно. Собственно, если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. А с вами был Жека. Пока-пока!